Я с вами воевал победил на Восточном фронте 2-й войны. Сердечно поздравьте вас с праздником. С праздником День Победы в Искринкарске Питер. В тот же данный случай, возрешительно мы с вами поделимся некоторыми соображениями о прошлом и будущем. Первое. Мужество вооруженного народа в Сталинградской Питере. Сопустя 70 лет, когда мы еще раз изучаем, вспоминаем, когда историческое событие, пораду никто не может не признать историческое значение Сталинградской Питере. Китайские историки не только лично и мои коллеги всегда бонтируют в следующую точку зрения. Оборона Сталинграда, Сталинградская битва является оборотом к пункту не только для истории Великой Отечественной войны, но и для истории Второй мировой войны. Сталинград в Сталинграде нам век останется символом и тюрстого и непобедимой согрузку народа, символом подлинного патриотизма, символом величайшей победы Советского Слата Господителя. Уистография, по моему мнению, из-за различных точек зрения и различных интересов, которые представлены конкретным автором, объективность и субъективность всегда относительны. А истина только одна. В данном случае, вещь идет о следующем. Может быть, только мы, вы, логами ветераны, испытали сами тот страшный холод, голод Сталинграда. А именно вы догадали мужество к героизму русского народа, к китеревскому врагу. Конечно, тогда была мощная сила Викторовича вас в победе, вас звала в материю. Это рунгов любой исторический берет, может назваться просто политический. Но так достойно, что любого карманного человека требует от него бороться за свою землю и родину с вражескими адресами. А может быть, до сих пор кто-то еще жалуется на виновность Сталина, тогда же у него руководителя Советского Союза Сталина. В начале войны, в ходе войны и после войны. Мы должны, мы должны, мы должны перечислить тысячу ошибок, допущенных при власти Сталина. Но мы не должны забывать тот факт, что не Сталий с в истории Советского Союза и Сталии России. Сегодня, когда прошло 70 лет, мир уже совсем другой. Тоже климат на земле не такой, как 70 лет назад. Но мы не должны, мы должны угорать, соблюдать итоги Второй мировой войны, иначе мы зря сегодня здесь собирались и здесь отмечаем эту историческую событию. Всем известно, что Сталинградская битва началась 17-го числа Юлия 42-го года и закончилась 2-го числа февраля 43-го года. Боевая площадь сражение занимало больше 100 тысяч квадратных метров. Из каждой боючей стороны принимало участие всего более 2 миллиона солдатов и плюс 2 тысячи танков, 25 тысячи орудий, артиллерий и 2300 самолётов. Эти цифры, конечно, породительны. Не только для прошлого и для современного мира в военном масштабе. Но хочу подчеркнуть другую, не совсем не оценную моральную силу, которую трудно представить. Математическим расчётам. Это доля мужества и героизму русского народа. Это только живёт в сердце родственников, погибших и выгибших в этой войне. 1. Топокоиться на Мамайевском кургане. 2. Влияние битвы на Восточный фронт. Массовые исторические факты свидетельствуют о том, что то победы по Старо-Инградской битве в ходе Великой Отечественной войны. На зреакритис это было ясно на Таро-Инградской даре. Рассчитывая с применением токсика и молния за 3 месяца закончить эту отрезку. А всего за полгода Китай поделял 5 стратегических крупных городов. Например, Тянь-Дин, Пей-Дин, Шанхай, Нань-Дин, Ухан и Бонжо. 3. Благодаря упорному сопротивлению китайского народа и при помощи советских военных советников, война на китайском фронте носила ожесточенный характер. На основании китайского советского договора об недопадении в 1937 году Советский Союз оказал иману вашу помощь, модеринальную помощь в Китае раньше других будущих союзов. Как обоминутно в подзаписке советского посла в Китае Панюшко, только в 1937 году в Китай было направлено около 5000 советских людей. Большая их часть была занята на автокрасе. Продерженностью около 2700 км для переброски военных грузов Китая. В ходе обороны города Ухань сотни советских летчиков погибли в бою за Китаем. Благодаря этим действиям, агрессивное нападение японских акубантов в Китае было сделано на время, а война находилась в состоянии стратегического публика до начала Великой Отечественной войны. Второе. С целью завоевания Китая быстро летать бы и последующего нападения на Советский Союз, Япония 6 ноября заключил договор с Италией и Германией, чтобы получить поддержку от фашистского режима. Так был сформирован мировой фашистский блок. Если мы сегодня будем оценивать роли всемирной антифашистской калиции, то можно с уверенностью доказать, что члены этой калиции странным образом запечатлены в нашей исторической памяти. Возможно, например, министр Англии в ту пору недогребитно не осознавал опасности фашизма и мечтал с ними налаживать отношения. А может быть, тогда для него главным врагом было не Германия, а Советский Союз? Да, США Моранда поддерживал Китай во время Японской Акристии. Но на время китайского исторического Сумчин японскими самолетами спрашивали именно американские бомбы. Конечно, мы очень сожалеем об этом, но это тоже исторический факт. Третье. Если китайский режим под знаком борьбы против коммунизма хотел учитывать в первую очередь советскую власть, то как мы будем рассматривать некоторые действия Англии, США в начале Второй и Первой войны? Есть ли ему оправдание? Если в человечестве существуют разнообразные цивилизации, почему нельзя существовать разным системам кафтарства, которые не против самого человечества? Вчера, сегодня написано, и футболизм. Кто сказал, что капитализм однозначно хорошо, а социализм однозначно плохо? Главное заключается в том, что нужно уважать выбор другого народа и стремиться повышать уровень жизни народа. Это важнейшая задача любого правительства и любой государственной системы. Четвертое. В данном случае мы можем сказать, что только после победы Старой Красной Битвы действительно была создана всемирная антигидерская корица. Конечно, здесь мы не будем отлицать помощь Англии, США по правительственному договору с Советским Союзом. Третье. За мир и развитие человечества. Если мы любим свою торгозную жизнь и уважаем народ, любой нас, нам придется признать, что мир и развитие является коренной задачей современного человечества. Конечно, мы можем вспоминать после боя, период холодной войны. И сегодняшнее время многие политологи называют время после холодной войны. Нам кажется, что это не совсем так. Неужели бы после распада Советского Союза холодная война сразу закончилась? Неужели бы? Холодная война вроде закончилась. А горячая война началась в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане и может быть в силе продолжается? Мы себе задаем вопрос. Это война людей или война? Это война людей или идеология? Это терроризм или терроризм? А очень может быть эта война из-за чьей-то интересной? Трудно сегодня оценить эти события. Сегодня мы не дадим объективного ответа на свои вопросы. Если Россия, Китай, США, Англия не забудут историю Второй мировой войны, тогда мы будем уважать итоги победы в этой войне. Но пока мы видели, на словах мало. Много. А в честь это мало. Иначе Япония бы не стала требовать территорию южно-сахаринских островов в России. И китайско-японские отношения по поводу спорных остров Тео Видау не были сегодня в таком террорном состоянии. Один русский ученый из данного Востока, Андрей Павлович, выразил совершенно справедливую тетис. Раз проиграли, то надо признать. Как китайские ученые, среднего возраста, я не буду честенее приветствовать нынешнее развитие китайско-российских отношений 21 века на основании добрососедства, дружбы и сотрудничества, благодаря стремлению руководителей нашего глухого государства и народа. На мой взгляд, современное международное положение требует от Китая и России сотрудничества в еще более тесном отношении. Нам не нужно никакого союзничества или соперничества. Нам нужно сыграть достойную роль в развитии и стабильности своих государств. Старуйте многополезный мир выступать за интересы китайского и русского народа для наших будущих поколений и просветания нашего государства. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ